1, 2, 1, 2, 3 Книга начинается с довольно интересного вступления, где автор объясняет нам, почему этот роман для него особенный. Во-первых, он 50-й, юбилейный в творчестве Джека Лондона, но, во-вторых, он довольно сильно отличается от всего, что автор создавал ранее. И писатель сам сообщает нам о том, что хотел обогатить кинематограф хорошим сценарием, поэтому здесь создано все по законам жанра. И потомок знаменитого пирата, и поиски сокровищ, и, конечно же, любовь. И сразу по первому впечатлению могу сказать, что книга мне очень нравится, интересная, интригующая завязка, и очень легко читается. Я прочитала уже достаточно, чтобы немного рассказать вам о сюжете. Главный герой книги Фрэнсис Морган, сын миллионера и потомок знаменитого пирата 17 века Генри Моргана. Очень интересный персонаж, и автор сравнивает его с ольвом в клетке. Он сильный, могучий, но в то же время изнывающий от безделия. И в определенный момент ему предоставляется возможность отправиться на поиски сокровищ, которые когда-то спрятал его знаменитый предок-пират. И во время этих приключений он ознакомится с еще одним потомком Генри Моргана и его полным тезкой. И этот самый Генри Морган становится его компаньоном в поиске сокровищ и соперником в любви. Красавица Леонсия по сюжету является тем самым третьим сердцем. Приключения, поиски сокровищ. Книга чем-то неуловимо напоминает мне Индиану Джонса. Наверное, это происходит во многом благодаря антуражу. Действия происходят в Панаме, поиски сокровищ индейцев майя и неуловимый дух приключений. Написано очень динамично, с неброским, но удачным юмором. И теперь мне еще хочется посмотреть старую советскую экранизацию. С выбором книги в дорогу я очень довольна. Однозначно, здесь все хорошо закончится. И поэтому я смело вам советую эту книгу. Ну и на этом у меня все. Увидимся с вами совсем скоро. Пока!